Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. В студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Давайте дружить с парламентами. Городское собрание Сочи и Скупщина сербского города Валева подписали соглашение об установлении дружественных связей. Заплати налоги и получи клуб. Обязательные платежи вернутся селянам Лазаревского района в виде нового объекта культуры. Билет на июль можно купить уже сейчас. На некоторые железнодорожные направления существенно увеличена глубина продаж. Джеймс, который не бонд и цыганская свадьба. В Сочи проходит первенство России в парном катании и танцах на льду. Красная Поляна лидирует в списке мест для горнолыжного отдыха на майские праздники. Рейтинг составлен сервисом twill.ru. Красная Поляна в Сочи, при Эльбрусе, в Кабардино-Балкарии и Хибины в Мурманской области вошли в тройку мест в России, популярных для горнолыжного отдыха в первую декаду мая. По данным сервиса, туристы бронируют горнолыжный отдых в России на майские праздники на 4-6 суток и потратят на аренду жилья от 1800 до почти 3000 рублей в сутки. Напомню, что в этом году впервые за пять лет горнолыжный сезон в горах Сочи продлен до середины мая. Билет на июль можно купить уже сейчас. На некоторые железнодорожные направления существенно увеличена глубина продаж. Изменения коснулись наиболее популярных поездов. В этот перечень попал и фирменный поезд номер 101 Москва-Адлер. Теперь билет на него можно купить за 120 суток до отправления. Сделать это можно не только в кассах, но и самостоятельно на официальном сайте РЖД с помощью мобильного приложения. Правда, такие сроки будут действовать только в высокий летний сезон, то есть до 31 августа. Городское собрание Сочи и скупщина сербского города Валева подписали соглашение об установлении дружественных связей. Делегация из Балканской республики накануне прибыла на курорт. В каких сферах будут сотрудничать парламенты двух городов, расскажем в нашем сюжете. Дружба между Сочи и Валево завязалась благодаря молодым депутатам городского собрания и скупщины. Так называется парламент в Сербии. Это случилось на фестивале молодежи и студентов два года назад. Потом сочинские депутаты отправились в Валево с визитом. Сегодня ответные. Стороны заинтересованы в сотрудничестве. Намерения закрепили подписями в соглашении об установлении дружественных связей. Сотрудничать Сочи и Валево намерены сразу в нескольких сферах, в том числе в строительстве. Сербы хорошо зарекомендовали себя во время олимпийской стройки. Представители Балканской республики, в свою очередь, заинтересовались программой благоустройства российского курорта. Для них это было вообще открытие, что есть такие правила, и что надо их принять для того, чтобы можно было их применять и делать город прекрасным, чистым, уютным. Много сфер для сотрудничества между городским собранием и скупщиной. Это бизнес, спорт, туризм, культура и обмен студентами. Сегодня родилась такая идея, чтобы был поставлен воздушный мост среди Сербии и Сочи, значит, Белграда и Сочи. Соглашение об установлении дружественных связей – это первый шаг. Следующие Валево и Сочи в перспективе должны стать городами-побратимами. Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания, ФКТ. Рабочий день главы региона накануне прошел в Белореченском районе. Вениамин Кондратьев вместе со своими заместителями посетил ряд значимых предприятий, среди которых один из крупнейших заводов на юге России по производству соковой теплицы, где выращивают декоративные растения. А после уже традиционно губернатор встретился с активом муниципалитета. Главной темой стало социально-экономическое развитие территории. Подробнее наши краснодарские коллеги. Легкое движение кузова и 40 тонн яблок отправляются на переработку. Из этой партии получится 30 тысяч литров сока. Перед тем, как попасть на завод, фрукты проходят тщательную проверку в лаборатории. Плоды дважды моются, затем перебираются вручную и отправляются под пресс. Губернатору, который посетил сегодня производство, рассказывают, что в соке не грамма сахара, абсолютная натуральность. Чтобы стать частью напитка, яблоки проходят строгий кастинг не только по качеству, но и по месту рождения. Допускаются исключительно плоды, выращенные на Кубани. Мы сегодня увидели, что апрель месяц яблоки пусть холодильника, но это свежие яблоки, которые к вам поступают в переработку. Сегодня Кубань достигла такого уровня, что она не только может вырастить яблоки, она может сохранить их, может производить и красиво упаковывать все, что сегодня на Кубани выращивается, сохраняется, перерабатывается и производится. Это сегодняшний уровень агропромышленного комплекса нашего края. Друзья, мы вчера могли говорить о таком соке, но только импортном, который к нам приезжал из-за рубежа. А сегодня наше содержимое, наша упаковка, это полностью наш отечественный кубанский продукт. Продукт, который теперь знают во всей стране. Белореченский район вообще можно назвать родиной многих известных брендов. Кроме соков, это еще и клубника, которая отсюда расходится по России, а также мебель, пользующаяся большой популярностью. Шкафы-купе с этой фабрики отправляются в шесть стран мира. Ведутся переговоры о поставке в Бразилию. Экспансия внешних рынков за пределами края – задача для многих предприятий района. То, что раньше импортировали, теперь наоборот производят здесь, на месте. Например, конкуренцию знаменитым голландским тюльпанам могут составить белореченские цветы. Теплицы раскинулись на двух с половиной тысячах гектарах. Здесь представлено более трехсот сортов тюльпанов, которые мы привезли из Голландии. Но очень много представлено новинок, но все они выращены на нашей родной кубанской земле. Начиналось все с небольшого семейного бизнеса, рассказывает Венемину Кондратьеву, директор предприятия. Олег Владиславский вместе с женой первые теплицы открыли 9 лет назад. А сейчас вполне себе успешно импорты замещают иностранные аналоги цветов и декоративных растений. Совсем еще недавно, лет 5 назад, мы могли барбарисы и все, что у вас есть, и туя, и коника, и все вот здесь. Привозить уже большими, выращенными из-за рубежа, безусловно. Но это совсем другая цена. Эти все декоративные растения, если вы привозите их с саженцами маленькими, сами доращиваете, ну, во-первых, вы делаете эти растения более доступными для тех, кто хочет приобрести, безусловно. А во-вторых, конечно, если вчера мы могли только покупать привезенные растения, то сегодня, как бы ни было, мы продаем свои. И в этом, конечно, ваша сегодня заслуга. Сейчас супруги намерены выращивать тюльпаны круглый год. Губернатор заметил, что цветы и декоративные растения из этих теплиц вполне могут стать украшением парков и скверов в городах и станицах по всему Краснодарскому краю. Это очень важно, что сегодня на Кубани появляются такие предприятия, о чем мы говорим, самозанятость, ее процент растет. И это важно, чтобы такой процент еще больше увеличился, потому что вы сами себе сегодня нашли и заняли вакансии, и жизненные вакансии. И вот это уже дело вашей жизни будет, все, что сегодня вы создаете. Главное, чтобы был сбыт. Вот насчет сбыта нужно здесь подумать, коллеги, мы всегда говорим, что мы любим сегодня закупать за рубежом, и кустальники импортные, которые привозят, а они потом не приживаются, а потом никто не считает, сколько закупили и сколько выжило. А эти, как бы ни было, они уже наши, они наши еще, с подчеркиваю, кубанские, районированные. Это важно понимать и поддержать тех, кто все-таки снабжает ландшафтными растениями сегодня, в том числе и парковую сферу нашей жизни. Помощь малому бизнесу – это одна из ключевых задач для власти. В Белореченском районе небольшим предпринимательством занимаются около 12 тысяч человек. Программы поддержки работают в разных отраслях, от льготного аккредитования промышленных производств до субсидирования в сельском хозяйстве. О мирах поддержки говорили уже на встрече местных жителей с губернатором и его заместителями. В крае действует ряд программ, как федеральных и краевых, поддержки развития этого направления. Что касаемо овощеводства закрытого грунта, мы компенсируем затраты при строительстве теплиц малых формах хозяйствования. На эти цели в этом году выделено 500 миллионов рублей для малых форм хозяйствования. Чаще всего из зала звучал вопрос о предоставлении земель под пастбище. В районе много людей держат дома коров. Однако, как выяснилось, чиновники нередко отчитываются о том, что участки есть, а на деле их нет. Венимин Кондратьев ситуацию без внимания не оставил. Мы много лет пишем, что у нас именно в районе уже не существует пастбищ, за который отчитываются. Ну, вы знаете, была программа пастбища. Результата мы никакого не видим. Мы все равно без пастбищ. Здесь нужно разобраться. Если мы деньги выделили, и деньги освоены, а культурных пастбищ нет. И ответственных нет. Ну, так быть не может. Деньги из бюджета вышли, культурные пастбища на бумаге имели свои границы. В конечном счете ничего нет. Должна быть ответственность. Вплоть до уголовной, если есть там превышения или иные какие-то уже злоботребления. Конкретно по этой ситуации протокол занесите. А мы, Туровец, здесь, Максим Иванович, контрольное управление. Оба. Вот от самого начала до самого конца. Пройдитесь и доложите мне. А мы здесь на этом примере, для других районов тоже, где культурные пастбища появились, покажем, что если мы их уже сделали, они должны быть на самом деле доступными. Без всякой аренды и платежей для всех жителей, которые сегодня держат скот в своих домашних хозяйствах. Это будет правильно. Земельный вопрос давно стал самой обсуждаемой темой. Еще и потому, что в Белореченском районе активно ведется разработка полезных ископаемых. Правда, социальная ответственность добывающих компаний порой не соответствует масштабам их работы. Белореческий район, он, понятно, богат на полезные ископаемые. Но там должен быть хозяйский подход. Хозяйский подход. Сегодня перерыть все можно. Но рекультивацию никто не делает. А больше всего перерывают там, где земли сельхозназначения. Если это сельхозназначение, то тогда надо или перевести ее под земли промышленности и добывать, либо не добывать. Это должна быть принципиальная позиция сегодня и кровых властей, и муниципальных. Но сплошь и рядом одни карьеры. Добыча прекращена. А эти кратеры, иначе их не зовешь, страшные, до сих пор остаются. И никто даже и не думает каким-то образом заниматься рекультиваться. Это же неправильно. Поэтому здесь, Александр Николаевич, я думаю, что те, кто уже добывал и бросил, и пытается заново что-то там добывать, вот им не место точно в Белореченском районе. Только те, кто добыл, сделал рекультивацию, вернул изначально все в исходное положение, вот дальше он может продолжать добывать. А в противном случае нет. Интересы людей и бизнеса необходимо учитывать и для дальнейшего развития всей территории. Белореченский район входит в десятку самых успешных в крае по социально-экономическому состоянию. А Белореченск в пятерке популярнейших городов в крае, которые для переезда выбирают жители других регионов России. Александра Ванченко, Яна Бузычкина, Денис Перец, Алексей Комаров, Кубань-24, Белореченский район. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. Создай свой новый образ. Деловой или дерзкий. Эксклюзивные модели из новой коллекции французской фирмы «Эвелин Болеро» в магазине «Дамский Кабриз». Торговая галерея напротив Агропрома. Больше 4000 кубометров леса было незаконно вырублено на Кубани в прошлом году. Ущерб так называемых черных лесорубов составил полмиллиарда рублей. Наведение порядка в отрасли стало ключевой темой координационного совещания по обеспечению правопорядка. Заседание провел губернатор Вениамин Кондратьев. Сохранение лесов для Краснодарского края как курортного региона – вопрос приоритетный. Поэтому участие в совещании приняли руководители управлений ФСБ, Следственного комитета и прокуратуры. Глава Кубани поручил сформировать рабочую группу, которая займется пресечением незаконной вырубки леса. Основная цель – подорвать экономическую выгоду нелегальных заготовителей древесины. Для этого надо активнее выявлять их точки сбыта, а также усилить патрули в местах вырубки. К каждому дереву, я говорю, мы же, как и на каждую улицу, полицейского не поставишь, и лесничего каждому дереву не приставишь. Мы должны понимать подъезды к нашим лесам всего края, каким образом вывозится он лес, где надо установить. Или на самом деле кордоны на постоянной основе, либо средствами видеонаблюдения круглосуточными контролировать ситуацию. А где беспилотные летательные объекты должны просто баражировать воздушное пространство за лесным фондом? Просто системно летать и смотреть. Можно задействовать казачьи патрули лесные даже. Так вот, вы их мобилизуете, и, поверьте, они свой лес никому не отдадут. Точно никому не отдадут. Сергей Владимирович Полдин, нам в любом случае нужно будет организовывать здесь эту рабочую группу. Месяц вам на проработку всех вопросов. Ситуация серьезная. И по-серьезному ее надо решать. Достаточно того уже, чтобы мы пришли к алгоритму, который нам позволит принять правильное решение. По крайней мере приблизиться к тому, чтобы проблему с незаконной вырубкой леса в крае закрыть. Вот во всем нужно смотреть в экономических вопросах. А кому это выгодно? А каким образом это у нас сегодня получают деньги? Куда они будут идти? Что вырубается? На каких участках? Куда свозится? И где это используется? Абсолютно правильно. У нас сегодня край не получает ни экономики с леса, ни экологии. Потихонечку мы, так сказать, приходим к печальному результату, если будем на это просто смотреть. Всего за прошлый год в крае было возбуждено более 200 уголовных дел. Сумма штрафов за незаконную вырубку леса превысила 1 миллион рублей. Однако это не сравнится с объемом ущерба в масштабах региона. В новую рабочую группу войдут заместители губернатора, представители полиции, ФСБ, специалисты Краевого министерства природы и главы районов. К другим новостям. Насильник и убийца пятилетней Сочинки предстанет перед судом. В Краснодаре будут судить 29-летнего гражданина Азербайджана по обвинению в сексуальном насилии над малолетней дочерью-сожительницей и ее убийстве. Эта история год назад всколыхнула весь город. В марте 2018 года со двора собственного дома в селе Бестужевское Адлерского района пропала пятилетняя девочка. В масштабной поисковой операции тогда было задействовано более тысячи человек. Полицейские, спасатели, казаки, местные жители, волонтеры. Девочку нашли спустя сутки. По версии следствия, пятилетнюю Сочинку изнасиловал, а потом и убил, ударив в грудь и живот сожитель ее матери. Она в это время находилась в больнице. О том, что девочка после нанесенной травмы погибла, 29-летний житель Азербайджана узнал, лишь проснувшись утром. Он уложил тело в сумку, вынес на берег реки и засыпал камнями. При этом обвиняемый сообщил соседям, что девочка якобы пропала и даже создавал видимость ее самостоятельных поисков. Ну а затем перестал выходить на связь. Позже мужчина был задержан в одном из хостелов в Адлере. А вы ранее здесь бывали, на этом участке, куда мы прибыли? Ну здесь мы постоянно, мы грибы забрали здесь. Я решил на Рейско бросить. Почему? Ну, чтобы следствия не было. Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Краснодарский краевой суд для рассмотрения по существу. Продолжаем. Погасить долги по налогам требовали сегодня судебные приставы у жителей сел Лазаревского района. Селяне задолжали более 50 миллионов рублей. Рейдовое мероприятие состоялось при участии представителей районной администрации и налоговой инспекции. Хозяева! А в ответ лишь лай. Тоже хозяина, но только будки. А судебным приставам нужен владелец дома или транспортного средства. Это основное имущество, за которое жители сел Сергей Поле, разбитый котел и Васильевка задолжали государству. Долги измеряются в десятках тысяч рублей с одного физлица. Всего же сегодня в исполнении находится почти 5 тысяч производств на общую сумму 52 миллиона 82 тысяч рублей. Ляна Топчаян – одна из немногих, кто отозвался на зов приставов. Она объяснила, почему попала в список недобросовестных налогоплательщиков. Квитанции не приходят уже три года. Пожалуйста, отправляйте нам квитанции, я исправно буду оплачивать. Я каждый год платила вовремя. Вот, ни на почту не приходят, ни домой. Сбой, да. Поэтому я не знаю, где платить, кому платить. Актописи составляется как раз на том авто, за которое Ляна и задолжала. Ограничения и арест транспортного средства приставы снимут, когда налогоплательщик предоставит оплаченные квитанции. Что же касается уведомлений, то они действительно порой не доходят до адресата, отмечают налоговой. Но это не освобождает граждан от обязанности. Рассылка квитанции у нас производится через Волгоград. Они должны получать их на почте. Но многие это не делают, и поэтому все заказные письма у нас остаются на почте. Но тем не менее, они обязаны знать, что у них ежегодно начисляется налог. У нас оплата должна была производиться 1 декабря, и они должны были прийти самостоятельно, в крайнем случае, взять квитанцию. Кстати, для удобства налогоплательщиков на сайте Федеральной налоговой службы России функционирует интернет-сервис «Узнать о своем едином налоговом уведомлении». С его помощью можно определить, на какой стадии отправки находится квитанция. Ну а подобные рейды с участием судебных приставов, специалистов районных администраций и налоговых инспекторов в Сочи проводятся раз в неделю. Результат, как всегда, в цифрах. Только в Лазаревском районе с начала года составлено 36 актов ареста имущества на 790 тысяч рублей, а взыскано 10 миллионов. Человек, когда приобретает движимое и недвижимое имущество, он, как гражданин Российской Федерации, знает о том, что налог нужно оплачивать. Ни один должник не останется без внимания. Рейды у нас регулярные, и мы дойдем до каждого должника. Буквально неделю назад в Сергей-Поле состоялся сход граждан с участием мэра города. Местные жители сетовали на отсутствие сельского клуба. Глава Сочи пообещал построить дом культуры, но с условием. Налоги должны быть оплачены. Таким образом, деньги селян вернутся в родное село, но уже в виде нового социального объекта. Галина Моисеева, Ингагабеша, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». В России больше не будут выдавать бумажные СНИЛС. Бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования заменили на электронные аналоги. Теперь всем, кто становится застрахованным или зарегистрированным лицом, просто открывается номер лицевого счета, по которому можно получить все необходимые услуги, как государственные, так и муниципальные. Справки с необходимой информацией будут выдавать в Клинской службе или Управлении пенсионного фонда. В ведомстве подчеркнули, что изменения никак не скажутся на пенсионном обеспечении. Ранние выданные свидетельства менять не нужно. Они продолжают оставаться действительными. За пять лет до наступления пенсии сочинцы могут пойти учиться. Разработана федеральная программа по профобучению граждан предпенсионного возраста. Она стартовала в городском центре занятости населения. Новая программа в основном рассчитана на сотрудников предпенсионного возраста, которые чувствуют в себе силы работать еще долго, а вот знаний не хватает. В этом случае работодатель должен определить, в какой области работнику необходимо повысить квалификацию и направить его в центр занятости населения. Две категории предпенсионного возраста мы обучаем. Это те граждане, которые состоят в трудовых отношениях с работодателями или граждане, которые самостоятельно обращаются в центр занятости населения. Обучаем мы их через профессиональные организации. Стоимость обучения одного человека не менее 68 тысяч рублей, но заплатит эти деньги государство. Обучение будут проводить лицензированные образовательные организации. Спектр специальностей сейчас еще уточняется. И здесь центр занятости ждет активности от самих работодателей. Именно руководители предприятий должны сообщить, каких специалистов сейчас не хватает. Для этого во все городские предприятия направлены анкеты. В Сочи на юбилейном кинотавре впервые пройдет форум киношкол. Открытый российский кинофестиваль в 30-й раз пройдет в Сочи с 9 по 16 июня. Кинотавр принял решение разнообразить деловую часть программы и провести форум киношкол, сообщает ТАСС. Как пояснили в Оргкомитете, первая причина проведения форума – столетие старейшей киношколы в ГИКа. Вторая популярность кинообразования в современной России. В форуме примут участие 7 ведущих российских киношкол, а слушатели обсудят вектор развития отечественного кинообразования. Программа фестиваля включит в себя как традиционные конкурсы короткометражных и полнометражных фильмов и внеконкурсную программу показов кино на площади, так и ряд проектов и мероприятий, посвященных юбилею кинотавра. Основной площадкой показов традиционно станет Зимний театр. В Сочи пройдет «Библия-ночь». Ежегодная всероссийская акция состоится 20 апреля. Тема – театральный роман в библиотеке. 2019 год объявлен годом театра. «Библия-ночь» начнется прямо с утра. В первой половине дня в детских библиотеках пройдут акции для маленьких читателей. В 17 часов начнутся «Библио-сумерки» в городской юношеской библиотеке. Арт-встреча «Прикоснись к театру сердцем» позволит заглянуть в прошлое зимнего театра – главной сцены Сочи, а студенты превратятся в актеров и сыграют роли в пьесе собственного сочинения. Главные события «Библия-ночь» продолжатся в центральной городской библиотеке. Ночные посетители убедятся, что здесь могут оживать герои книг. Здесь запланирован библиоперформанс, видеогостиная, библиофреш и концертная программа. А еще каждый участник акции сможет сделать необычное фото в театральной гримерке, принять участие в мастер-классе «Театр масок» и поиграть в книжные жмурки. Отличившиеся унесут домой в подарок, конечно, книгу. В Сочи пройдет фестиваль ГТО среди спортивных семей. Он состоится с 1 по 4 мая на базе «Югспорт». Участие в фестивале примут семьи из 57 регионов страны. В состав каждой команды войдут отец, мать, старший член семьи, дедушка или бабушка, а также один ребенок. По замыслу организаторов фестиваля хватит 5 возрастных групп ГТО. В соревнованиях будут задействованы квалифицированные судьи комплекса ГТО по Краснодарскому краю. Командный зачет определится по сумме очков, набранных всеми членами семьи, за выполнение пяти видов спортивной программы, а личный по сумме очков, набранных членами команды в своих возрастных категориях. В Сочи продолжается большой праздник фигурного катания. В городе в эти дни проходит первенство России в парном катании, танцах на льду и всероссийские соревнования среди одиночников «Надежды России». В турнирах выступают юниоры. За ходом соревнований наблюдала наша съемочная группа. Джеймс Бонд и его девушка в ярком танце скользят по льду. Такой образ для произвольной программы выбрала пара из Санкт-Петербурга – Алиса Абдулина и Максим Нуралеев. Сейчас я подуставший, наверное, наполовину. Я просто Джеймс, не Бонд. Но на льду – да, Джеймс Бонд. На льду появляется цыганский барон с невестой. Из очки в произвольном танце борются юниоры из северной столицы. В трех минутах проката – целая история. Встреча влюбленных, ссора и свадьба. Спасибо большое за прием в Сочи. Очень красивый город. И мы просто весь сезон ждали поездки сюда. Спасибо большое. Спасибо большое. Конечно, всегда можно лучше, но мы довольны нашим прокатом. Поездки в Сочи на главный юниорский старт сезона ждали фигуристы из 22 регионов. Чтобы выйти на Олимпийский лед, они прошли серьезные зональные отборы. В Сочи приехали 84 лучших. Эти соревнования разделены на два соревнования. Это первенство России по танцам на льду и парному катанию. И всероссийские соревнования «Надежда России» по одиночному катанию. Сегодня в Центре по фигурному катанию «Югспорта» второй день турнира. Накануне прошли соревнования среди пар и в танцах на льду. Фигуристы исполнили ритм танца и короткую программу соответственно. Завтра на лед выйдут спортсмены-одиночники. В четверг они будут соревноваться в короткой программе, а в пятницу – в произвольной. Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». На этом я с вами прощаюсь. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в телепакетах Beeline на 76-й кнопке и в социальных сетях. В группах «Новости Сочи-ФКТ» – в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. В студии была Инга Агабеша. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мико Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мико Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует...